Завтра выборы Кадырова на пост главу республики. Обязательно, обязательно. Мы же должны проголосовать за Хаджимурадова. Кандидат от народа. Томсо, салам, ты можешь голосовать в Польше как гражданин России? Вроде Россия даёт такое право гражданам за рубежом. Я не знаю, в Польше могу ли я голосовать, так как я не в Польше, я нахожусь в Швеции. Но мне это не интересно. Когда люди живут хорошо, они массово не бегут в другие страны, не просят там убежища. И самое интересное... Томсо, если бы Ислам Кадыров не докопался бы до твоей бороды, а как-то подружился бы с тобой, приглашал бы на какие-то мероприятия, как ты повёл бы себя? Ислам Кадыров не подружился бы со мной. Это невозможно. Слишком разные полюса у нас. Но если подобное даже произошло, гипотетически представить, то я вынужден был бы вести себя так же, как ведут люди, оказавшиеся на встрече с Кадыровым сейчас, на этой пятичасовой встрече. Те, кто находятся там без желания, но они вынуждены там быть, куда ты денешься, ты же не можешь сказать, я не хочу на этой тусовке присутствовать. Вынужденность людей, как бы, она полностью понимается и принимается. Никаких вопросов нет. Кстати, после этой встречи пятичасовой, потом там целый ряд эфиров, совместных, каких-то отдельных обращений, столько всего, в общем, было. И на одном из совместных эфиров Кадырова с Давудовым Кадыров предложил Масхадову Анзору приехать в центр Грозного и подорвать себя. Я хотел бы здесь обратить внимание российских правоохранительных органов, это призыв к террористическим действиям, к террористическим атакам. Вы на меня возбудили уголовное дело, что я якобы оправдываю терроризм по статье 205.2. Но здесь не просто оправдание, здесь публичный призыв к террористическим действиям. Он говорит, приезжай и соверши терракт в центре Грозного, говорит Кадыров. Почему вам не дать правовую оценку этим высказываниям? Или это нормально, когда Кадыров говорит, можно, а мне рассуждать о истории и как-то иначе оценивать действовавших тогда лиц? Это вы даже воспринимаете как оправдание терроризма, хотя я никогда не оправдывал никаких действий этих людей. Всегда осуждал, если они делали что-то нехорошее, наподобие Беслана, например. Но при этом, да, к самих этих людей, к ним у меня может быть хорошее отношение. Это совершенно разные вещи. Но здесь есть прямой призыв к совершению террористического акта. Дайте, пожалуйста, правовую оценку Генпрокуратуры России. Последний вопрос. Так, я посмотрел пару твоих видео и хотелось бы плюнуть тебе в лицо, как есть. Да, конечно, Россия враг. Все верно. Почему ты хочешь плюнуть мне в лицо, что это за желание такое? Если все живут мирно и хорошо, ну, мирно это относительное понятие, хорошо это тоже далеко относительное понятие. Кадыров, да, живет хорошо, его окружение тоже живет хорошо. Некоторые там лица тоже, наверное, живут хорошо. Но, как правильно отметил Анзор Масхадов в своем ответе, когда люди живут хорошо, они массово не бегут в другие страны, не просят там убежища. И самое интересное, что, отвечая на этот довод Анзора Масхадова, Хабиев ему говорит, да, он говорит, пусть это будет так, но ты, говорит, убежал, когда была Ичкерия, типа. И здесь важно не то, что он пытается там упрекнуть чем-то Анзора, а то, что он не может опровергнуть его довод. Он и говорит, что нет, сегодня не бегут, что сегодня у нас все хорошо. Нет, он говорит, да, хорошо, он говорит, мы это примем. А куда вы денетесь? Конечно, вы это примете. И это факт. Во времена Ичкерии, которую вы так ненавидите, вы говорите, что в это время там все было так плохо, все друг друга убивали, похищали. Жесть какая-то у нас творилась, но у нас не было никаких беженцев, никто не ехал в страны Запада и не просил убежища. А как только пришли вы, как только Россия стала регионом России и самым стабильным и безопасным регионом в России, оттуда бегут чеченцы и просят убежища. Вот факт, который вы никогда не сможете опровергнуть. Томсо, салам. Я получила мне этот паспорт, который мне абсолютно не нужен был. Это не делает меня гражданином России. Я не должен болеть за те процессы внутрироссийские, которые там происходят. Но только если они интересны нам, как иностранному государству. Если это соответствует нашим интересам, то мы, конечно, как-то можем что-то об этом сказать, иметь какое-то мнение в этом вопросе. Так что это не наша тема. А так вообще, это мировая практика, что на выборах могут участвовать граждане, находящиеся за рубежом. Они могут голосовать на территории посольств. Это общая мировая такая практика. Томсо, здравствуй. Что будет в России, если Кремль отменит национальные республики и будет, например, Грозенская область вместо ЧАЭР? Люди смолчат? Я не знаю, честно говоря. У меня нет ответа на этот вопрос. Мне бы, конечно, хотелось ответить, сказать, что нет. Конечно, этого они не допустят людям. Не понравится. Но, видя то, что там происходит сейчас, как люди молча вынуждены выходить, поднимать флаги государств, убийц, оккупировавших их, как они вынуждены поднимать портреты их убийц, диктаторов. Ну, в общем, я думаю, нет ничего того, что невозможно навязать оккупированным народам. На период вот этого гнета любая, наверное, вещь, та же самая кощунственная, ее можно навязать, можно это реализовать. Вопрос только в том, надолго ли это, насколько это долговечно, сколько это просуществует, вот чем вопрос. Советский Союз 70 лет, да, у нас гнобил, просуществовал. Сколько просуществует российский гнёт? Не знаю. Поживем, увидим. Субтитры создавал DimaTorzok